Добрый день. В прием эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Интернет, вообще цифровые технологии стремительно прогрессируют. Уже 60% компаний в России, представители компаний считают, что искусственный интеллект им так или иначе понадобится. Но цифровые технологии это не только искусственный интеллект. Они проникают в нашу жизнь повсюду уже. И, конечно, они признаны облегчить нам жизнь. Сегодня мы поговорим о том, как информационные цифровые технологии проникают в жизнь такой организации, как «Тверь Атом Энергосбыт», а, соответственно, и в нашу. Потому что все, что делают по внедрению в этой организации цифровые технологии, это все направлено в том числе и на облегчение нашей жизни, что называется, потребителей, чтобы нам было удобнее. В этом вся цель. А в чем конкретно, удобнее нам как раз расскажут сотрудники этой организации, хочу вам их представить. Это Екатерина Бычкова, руководитель отдела реализации населения «Тверь Атом Энергосбыта». Добрый день, Екатерина. Здравствуйте. Это ее коллега Юрий Степанов, руководитель отдела технического контроля и режимов потребления. Добрый день. И Евгений Хрусталев, руководитель отдела автоматизации и бизнес-процессов, который сегодня, напрягая собственные силы, принес это замечательное устройство, этот гаджет, планшет. Здравствуйте. Добрый день, Евгений Хрусталев. Оно поддерживается на платформах iOS и Android. Соответственно, вот тут вы можете видеть наглядный пример интерфейса. Оно очень удобно в плане того, что вы можете оперативно передать показания, оплатить, посмотреть историю платежей, историю ваших оплат, связаться с оператором, сделать какие-то дополнительные действия. У нас есть техподдержка, есть также уже готовые шаблоны для связи с операторами. Приложение абсолютно бесплатное. А можно показать пример, как можно куда-то зайти, какой-то раздел? Вот это приложение, так оно выглядит, это интерфейс, да? Да. То есть мы видим, передать показания, это тоже очень важно. Потому что люди, когда нас смотрят, они как раз наверняка кто-то по старинке платит, кто-то ходит через терминал платить. То есть я так верно понимаю, что благодаря этому приложению никуда ходить больше не надо. Совершенно верно, да. Здесь очень удобное приложение. То есть, как говорят, что у нас вся цифровизация, век цифровизации, и все можно уместить на нашем смартфоне и телефоне. И здесь как раз это нам помогает тем, что мы можем передать показания, открыть приложение, то есть передать показания, посмотреть всю свою историю платежей, начислений. Точки обслуживания, я вижу, можно посмотреть. Да, можно также посмотреть точки обслуживания. И это очень удобно в плане того, что не надо никуда ходить, можно сразу взять и оплатить из дома. Опять-таки, вот я вижу сразу точки обслуживания. Город Кимры, нас смотрят по всей области. Очень хорошо, что вот открыт Кимры. И сразу мы видим адрес, время работы вашего офиса, верно я понимаю? Да, совершенно верно. Да, все это указано там. То есть, опять-таки, что удобно, не нужно даже звонить. Звонить тоже не всегда дозвонишь? Вот, кстати, поддержка, вот тема обращения, тут все... А вот это чей телефон? Ну, это для примера. А, для примера, абстрактный. Я понял, это не телефон, куда можно позвонить, это в смысле абстрактный. Это гражданин, допустим, с этим телефоном. Да, это наш сотрудник. Что касается телефонов... Ваш сообщение принято. Это какое сообщение, допустим, можно написать? Это при регистрации, когда вы регистрируетесь в личном кабинете, вы заполняете определенные пошаговые инструкции. То есть, вам нужно внести лицевой счет, последнюю оплату и ввести номер телефона. Сначала, то есть, тоже для понимания нашим телезрителям, качаем приложение на телефон. Потом надо... Не просто скачал и забыл, а нужно зарегистрироваться, да? Обязательно. Какие данные еще раз давайте озвучим? Так, для регистрации понадобится телефон, электронная почта, потом пользователь придумывает пароль, и после... Фамилия, отчество? Нет, это ничего не надо. Никакие темы паспортные данные, место прописки, где живешь и так далее? Пользователю нужно будет знать номер своего лицевого счета и для привязки его любую сумму оплаты свою за последние два года. Именно это служит как идентификатор, скажем так. За любой месяц? За любой месяц. Там январь вот 2018 года, к примеру. Ну да, если вы оплатили там в феврале 2018, то эта оплата примется. Если человек... Я не помню номер лицевого счета. Вот не помню, а квитанции выкидываю. Ну, всякое бывает. Давайте просто сразу такие варианты, чтобы люди нам понимали. Вот вы знаете номер лицевого счета? Вы тоже, наверное, не знаете. И я не знаю. Ну вы, я понимаю, вы сотрудники. А, вы знаете, сотрудники. А меня сейчас спроси. Я, конечно, я плачу каждый месяц, но я не знаю. Вот, допустим, кто-то скажет, я хотя бы квитанции храню, а кто-то скажет, я их выкидываю. Что ему делать? Ну, в этом случае мы можем порекомендовать. То есть, как бы, лицевой счет в данном случае обязателен для регистрации. Где взять его можно? Вы можете позвонить на горячую линию. Номер горячей линии 48 30 13. 48 30 13. Да, звоните. Вас обслуживает оператор. Да, и также сейчас у нас новое такое введение, новый девайс, можно сказать. У нас имеется обслуживание потребителей не только по телефону, по номеру телефона, но и мессенджеры WhatsApp, Viber. Да, номер телефона могу тоже назвать, чтобы было для удобства. Номер телефона 8 951 321 08 95. То есть, вы можете туда, как написать сообщение, да, на этот номер телефона со всеми своими вопросами. Также и можете сделать видеозвонок. Даже так? Да. То есть, в онлайн-режиме вам оператор ответит на все ваши вопросы. То есть, конечно, в данном случае имеется такая политика, как информационная безопасность. Оператор задаст несколько вопросов, на которые необходимо будет ответить. И там, конечно, вы сможете узнать и номер лицевого счета свой, да, и на все волнующие вопросы оператор также может вам ответить. То есть, как зарегистрироваться в личном кабинете, вам оператор обязательно подскажет. Тоже, мало ли, человек не разобрал, всякое бывает. Да. То есть, любой вопрос, что касается начисления, квитанции, передачи показаний, все, на все эти вопросы у нас действует контакт-центр на всей территории Тверской области. А тоже, когда я позвоню, скажу, здравствуйте, я не помню номер лицевого счета, надо будет назвать фамилию и отчество, да, наверное? Ну, адрес фамилии и отчество, да. То есть, должна пройти идентификация именно потребителя. И они скажут, все, мы знаем, это вы проживаете в таком адресе, соответственно, вот такой-то лицевый счет. Да, то есть, оператор задаст какие-то наводящие вопросы, дабы, чтобы идентифицировать потребителя и, соответственно, помочь ему в решении его проблемы. И еще одно нововведение тоже хочется, наверное, сразу сказать, что все потребители, которые звонят в наш контакт-центр, они могут воспользоваться услугой виртуального помощника. То есть, что это значит? Значит, виртуальный помощник, он помогает потребителю, то есть, нашим сотрудникам на местах, да, в контакт-центре помогает разгрузить, так сказать. И потребитель звонящий может задать вопрос, да, но он должен быть односложный, четкий. Например, звонит потребитель, и его приветствует оператор, виртуальный помощник, да, и вы можете задать свой вопрос конкретный, допустим, передача показаний, задолженность. Я звоню, там говорят, добрый день. Вот давайте сразу телезрителям, чтобы было понятно, то есть, какой односложный вопрос надо задать? Вот прям буквально воспроизведите. Вам, вы звоните, и вас приветствует наш помощник, и вы задаете свой вопрос, какой конкретно вас интересует, то есть, допустим, задолженность. И виртуальный помощник, индифицируя уже по данному вопросу, будет перенаправлять по дальнейшей стадии развития этого вопроса. Сейчас перенаправим, дорогие телезрители, на рекламу, буквально три минуты, не переключаясь, и звоните. Телефон 3190, у нас сегодня в гостях Тверь, Атом Энергосбыта, реклама. Мы снова в прямом эфире, это программа «Тема дня». Сегодня у нас в гостях сотрудники Тверь, Атом Энергосбыта, которые рассказывают, как они у себя внедряют информационные технологии для того, чтобы нам, потребителям, было проще платить за цвет и вообще как-то взаимодействовать с этой организацией. А мне показывают мои коллеги, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Я вот как раз потребитель, и мне хотелось бы высказать, как я вижу работу этого приложения, и как бы, то есть для чего оно мне надо и для чего оно мне не надо. Слушаем, интересно. Смотрите, вот вы когда разрабатывали приложения, вы, в принципе, как бы, стратегически, наверное, мыслили, да, то есть оценивали количество людей, которые, в принципе, этим приложением будут пользоваться. Вот, то есть, в принципе, я так понимаю, что примерно, ну, как минимум, 50% потребителей имеют в лучшем случае кнопочный и сфотовый телефон, и банально, в принципе, физически не смогут воспользоваться этим приложением. Вот, это вот один такой момент, который вот интересно было бы вы слышите в комментарии, смотрели вы этот момент или нет. Вот, и второй момент, у вас очень много пересечений функций банальной системы ГИС ЖКХ, то есть, вот процентов 50, наверное, функционала, то есть, пересекаются. Вот, и третий момент, то есть, все, что осталось сделать человеку, который нужен ваш контактный телефончик, открыть ваш сайт и посмотреть, и позвонить. Собственно говоря, все. Ну, в целом, на ваш взгляд, приложение, как вы оцените, это хорошая идея? Это мода. Мода. Ну, это... Не взлетит. Жизнь потребителя. Оно будет, оно будет им пользоваться очень незначительный процент в конечном итоге. А вам не кажется, что в силу просто естественных причин, тех, кто с информационной технологией на «ты», ну, те, кого сейчас называть молодежь, их принцип будет все больше и больше, и даже если сейчас вы говорите, да, 50% с кнопочными и так далее, то, допустим, лет через 10 будет уже намного больше тех, кто смартфонами пользуется. Государственная информационная система ГИЖКХ. То есть, там вот вы заходите и вы видите не только услугу электропоотребления, вы видите все услуги. Хорошо, спасибо вам за ваше мнение. Господа, что вы скажете? Так, ну вот что касается первого вопроса, я совершенно согласен с вами. Мы сейчас живем уже в современное время, все летит, меняется, и смартфоны, они только набирают популярность. Как бы, айфону еще нет 20 лет, а уже все ходят с айфонами, со смартфонами, с андроидами. Ну, много, то есть. Да, так что в ближайшее время кнопочных телефонов не останется вообще. Ну, лет, скажем, может 10, наверное, еще. Ну, да, и в любом случае, любой человек сможет воспользоваться нашим приложением. Надо только подождать какое-то время. Мы просто работаем на опережение. Да, а вот человек говорит, что много пересечений с другими функциями ЖКХ и так далее. Ну, здесь, мне кажется, это кому как удобнее. Кто-то может зайти в ГИС ЖКХ и оплатить сразу, а кто-то может оплачивать через наше мобильное приложение, ему так комфортнее. Это мы клиентоориентированные и рассматриваем все варианты для удобства для наших потребителей. Самое главное, вы никому не навязываете, кому как удобнее. Да, да, конечно. У нас предусмотрены различные варианты. То есть можно создать и лицевой кабинет прямо непосредственно на сайте, как сказал, собственно, наш потребитель. То есть, пожалуйста, можете установить приложение, можете оплатить на сайте. Хотите позвонить, на сайте, да, посмотрели. Любой способ, то есть, стараемся быть на шаг действительно впереди и предусмотреть выбор всего плотного, так сказать, населения, да, чтобы все разные люди могли выбрать свое. Скажите, а все-таки возможно, что это приложение будет все равно корректироваться? Ведь, опять-таки, ничто не вечно под луной. Есть какие-то, в том числе, нарекания потребителей, вы сами увидите что-то. То есть это не какая-то застывшая вещь, я не знаю, на 5 или 10 лет вперед. Я вам даже больше скажу, это происходит в данный момент. Мы реагируем на все отзывы пользователей, кто что пишет, в особенности на ошибки и какие-то замечания. Ну, плюс, в данный момент мы уже проводим модернизацию функционала, и у нас будут новые фишки, вот как пользователи, не пользователи, а телезрители говорят. Ну, пользователю, пользователю, он сказал, он даже знаком с этим. В том числе, он и пользователь, да. Заметьте. Раз знаком, значит, пользователь. Как он сказал, да, у нас здесь будут уже функции и фишки, которых точно не будет в ГИС ЖКХ. А вот тоже такой вопрос. А можно куда-то, правда, написать свои? Вот он нам позвонил, но вы у нас не находитесь круглые сутки в прямом эфире. Можно написать какие-то свои соображения, что называется? Вот предлагай вот это сделать или как-то передать свои мысли? Да, извините. Да, конечно, можно написать свои отзывы и приложения на Google Play и App Store, либо можно через наше мобильное приложение, через поддержку также нам написать. На сайте, может быть? Да, конечно, на сайте. Где вас на сайте, расскажите, какой раздел меню это? Где можно написать, вот человек может что захочет написать? Смотрите по поводу сайта. Я почему выделил именно эти два канала? Потому что эти два канала, они направлены на работу с мобильным приложением, и поэтому до нас быстрее дойдет отклик, отзыв пользователей. Что тоже важно. Да, это. Потому что надо написать для дела, а не просто лишь бы написать. Совершенно верно. Ну что ж, прекрасно, что действительно всякие в конце концов бывают ошибки, это нормально, все новое, ничего нового не работает сразу. Какой-нибудь там Disneyland, когда открывали, там вообще почти ничего не работало. Но тем не менее сейчас очень популярен. То же самое и тут. Если какие-то есть даже, может быть, действительно ошибки, неудобные моменты, вы всегда готовы, что называется, открытые для ваших пользователей, всегда готовы выслушать. И при необходимости внести изменения и корректировки. Скажите, а личный кабинет, насколько он удобен для работы? Личный кабинет, в принципе, по сути, дублирует мобильное приложение. Просто это как раз... Не будет ли так, что личный кабинет теперь отменяется? Нет. Нет, так точно не будет. Смотрите, просто опять-таки разные варианты. Одно это заточено под мобильное устройство, а это под компьютер. Кому как удобнее. У кого-то iPhone-то или смартфон сам себе бывает размером чуть ли не с этот лист. Да. Тоже, поэтому он скажет, а мне удобнее, чем с смартфона. А кто-то ведь, правда, на самом деле больше любит именно с ПК работать, ну неважно, то есть с ноутбука, потому что... Просто человек говорит, там неудобнее клавиатуру вот так набирать, чем он. Вот удобнее. И экран больше. Поэтому личный кабинет никуда не денется, что тоже важно. Нет, никуда не денется. Хорошо. Но мы все платим до сих пор еще по квитанции... Не все, да, не все. Это правда, да, на самом деле. Все больше тоже тех, кто платит не по бумажным. Но я лично по-прежнему по бумажным квитанциям используюсь. Скажите, что в этом плане? В этом плане мы предлагаем отказаться от бумажной квитанции и перейти на получение счета в электронном виде. То есть плюсы от получения электронного счета, это то, что счет доходит до вас намного быстрее, чем бумажная. Ну, с опережением где-то 3-4-5 дней. То есть это в зависимости от удаленности, так как мы знаем, что Тверская область достаточно большая. И почтовое отделение работает у нас... Ну, Почта России. Почта России, да. Вот, поэтому тут на опережение опять-таки же мы работаем. Когда? Вот тоже для понимания. Как мы все получаем квитанцию? Месяц закончился, мы начинаем где-то числа там, ну, месяца 5-го, где-то 10-го. Мне вчера только квитанция пришла, вот последняя только вчера, к примеру. Вот. А мобильная квитанция, то есть электронная квитанция, она пришла уже 1-2 числа. До потребителя они уже их получили. И также плюс от того, что вы можете сразу ее оплатить, эту квитанцию, через мобильное приложение, через личный кабинет, как удобно. Вы никогда эту квитанцию не потеряете. Она приходит на электронную почту. И она... То есть если вы забыли оплатить, вы можете в любой момент открыть эту квитанцию, почту и оплатить. Ну и один из таких плюсов тоже, что отказываясь от бумажной квитанции, мы бережем нашу природу, так сказать. То есть плюс... Усилие любопромышленности, да? Ну, с одной стороны, да. А с другой стороны, бумаги меньше. И экология, наверное, лучше. Мельщие дебюрифы урубаются. Да. Скажите, ну тоже такой момент. А можно какое-то установить тоже себе оповещение? Вам пришла квитанция? Ну, СМС-ка что пришла, все что угодно как-то. Ну, это в зависимости от работы электронной. Человек может выпадет, может он так активно работает физически, и ему в интернет некогда заходить. Здесь, если вы подключаете услугу, отказываетесь от бумажной квитанции и пользуетесь, допустим, мобильным приложением или личным кабинетом, вы делаете настройки, там, уведомления, и вам будут приходить все уведомления, которые необходимы, да? То есть мы обновляем что-то, да, какую-то информацию заносим. То есть вам будут приходить уведомления. Чтобы отказаться от бумажной квитанции, получать счет в электронном виде, наверное, тоже стоит рассказать, да? Нужно, конечно. Вот сейчас вы получаете. Вот кто-то сейчас заинтересовался, и сразу вопрос у людей. Который, кстати, дорогие люди, вы можете задать вопросы в прямой эфир 300-190. У вас, опять-таки, прекрасная возможность напрямую из первых уст, не дожидаясь ответа оператора на телефоне прямой линии, вы можете напрямую спросить, вот, например, у Екатерины, что вам интересно, как вам платить, какие-то, может быть, у вас нарекания, как вот избежать проблем. Екатерина, да. Да, то есть сейчас получаете, да, вы в том числе вот такую квитанцию. Да, недавно пришла. Вот такая квитанция, у нас она новогодняя, кстати, сейчас идет акция, обратите на нее внимание. И на обратном стороне здесь имеется согласие на электронную рассылку. То есть вы ее заполняете, здесь нужно заполнить фамилиями отчества, номер лицевого счета и адрес электронной почты. То есть подпись, дату. Данную квитанцию вы можете как отсканировать и направить на электронную почту инфо собакатверь.атомсбт.ру. А можно снять на… Можно сделать фото. Мобильный телефон. Да, можно сделать фото. У вас есть, у дома сканера есть. Да, можно сделать фото. Я разные варианты, да, говорю. Можно сделать фото, направить, как я говорила, посредством мессенджеров, да, то есть вайбер, ватсап. Можно отнести в любой ближайший пункт центров обслуживания клиентов. То есть… По почте можно? Можно по почте отправить, да. То есть это тоже такой же вариант. То есть можно электронную почту, можно почту России отправить, как удобно. Но лучше через опять-таки мессенджеры и так далее. Это быстрее. Да. Почта России, она опять-таки… Она почта России. То есть отправляете, далее ваше согласие на электронную рассылку счетов идет в обработку, и со следующего месяца вам выставляются уже в электронном виде. То есть бумагу мы вам уже присылать не будем. И это опять-таки уже вот очень удобно. Не знаю, большая часть у нас и знакомых, и наших, и вообще, да, людей, наверное, уже перешли на электронную рассылку. У нас сейчас зафиксировано, это 18 тысяч абонентов, которые пользуются электронной квитанцией. А теоретически, если вот 1-2 числа не пришла, куда человеку как-то может обратиться с товарищами… Ну, всякое бывает. Давайте посмотрим всякие моменты. Можно позвонить на телефон горячей линии. Я такой-такую почему-то не приходил. 48, 30, 13, да, телефон, повторяю. Можно написать посредством мессенджеров Viber, WhatsApp, то же самое. Да, можете обратиться также в центр обслуживания клиентов и получить квитанцию именно там. То есть вам ее выпишут. Если что-то, какой-то системный сбой… Всякое, да, бывает. Да, то в любом случае квитанцию вам выпишут в любом обслуживающем центре. Слушайте, у меня такой вопрос. А цена изменится как-то? Нет. Цена… Вы даже закладываете все-таки, что вам надо купить бумагу, напечатать. Цена регулирует тарифом. То есть 1 киловатт у нас уже на год. Понятно. Но зато человек не будет платить проценты банку, где берут комиссию за оплату коммунальных услуг, что тоже важно, согласитесь? Да. То есть вот это человек избежит вот этого. Потому что не все обращают внимание, а банк-то берет проценты. Конечно, да. Ну, посредством, если оплачивать в мобильном приложении, то это, во-первых, удобно, а во-вторых, также оплачиваются без комиссии. И да, удобно. Не нужно бежать куда-то, бывающую очередь к этому терминалу выстоять и так далее. Можно, да, еще добавлю. По поводу квитанции, да, как бы самый простой способ – это зайти в мобильное приложение и просто распечатать. Ну, и открыть там, ее можно оттуда сохранить, отправить себе на почту. И по поводу доработок, у нас уже запланирована доработка, с помощью которой можно будет отказаться от как раз-таки бумажной квитанции через мобильное приложение просто в два клика. То есть, действительно, в два клика? Да, действительно, в два клика. Когда это тоже уже можно будет так? Ну, в ближайшее время это планируется до марта 2020 года. То есть, у нас сейчас… В течение зимы, попросту говоря. Да, в течение зимы. Скажите, а какие еще у вас в планах, вот вы говорите, вы работаете на опережение. Что еще вы собираетесь, я не знаю, придумать, чтобы там еще было проще оплачивать, вот, как-то вообще взаимодействовать с вашей организацией? Ну, в будущем мы планируем ввести видеоцок. Что это такое? То есть, есть центр обслуживания клиентов, куда людям приходится приходить. Да. Эти очереди опять… Это для всех, я думаю, мало кому хочет куда-то приходить, неудобно. Ехать в центр города и так далее. Вот, и планируем, то есть, это в дальнейшем, пока в разработках у нас, именно видеоцок. То есть, потребитель сможет сделать видеоконференцию и позвонить в центр обслуживания клиентов и получить всю необходимую информацию, которую интересует онлайн сразу же. Верно, я понимаю, это означает, что вот этот цок, который есть, вы, соответственно, уберете? Нет, мы рассматриваем разную категорию граждан. Есть люди современные, которые будут звонить, а есть пожилые люди, которые привыкли к бумажным квитанциям, и они будут постоянно их получать, потому что они любят их скреплять и хранить, да. И также им удобнее, может быть, ходить. Ну, вот привыкли они так жить, и мы, как бы, как еще раз повторюсь, мы клиентоориентированные, и смотрим, как бы, все области… Все области, да. Свои населения, не только на молодежь с айфоном. Конечно, да. Тоже, вот, как вы как раз сказали, скреплять квитанции тоже. Верно, я понимаю, что таким образом сейчас уже квитанции хранить вообще не надо. Кто-то хранит, знаете, там, мало ли, таким спором с домом управлением, допустим, или, опять-таки, с вами, мало ли. Вот, смотрите, мне начислили. Верно, я понимаю, что теперь вот этого не надо. Можно просто прийти, сказать мне, ну, мало ли, бывает, мне там не начислили, наоборот, начислили слишком много. И оператор сама откроет и посмотрит эту квитанцию, не нужно ее отнести. Ну, да, конечно. Ну, и с учетом, если человек отказывается от бумажной квитанции, то у него все квитанции будут в электронном виде, на его мобильном, там, телефоне. Ну, не важно, нет, с компьютера зайдет. Да, то есть у него будут все эти квитанции, он может как сам их распечатать, принести, если у него будет это желание, да, если есть желание. А также он может обратиться в Центр обслуживания клиентов, где все квитанции, они видны, все начисления и все платежи, все это отслеживается ежедневно. А если человек не отказался, верно, я понимаю, что все равно виртуальная квитанция всегда будет. Если он не отказался, ну, опять, ну, всякая группа, потерял, все что угодно. Да. То есть это к чему, опять-таки, даже если не отказался, даже если он по старинке ходит, там, заплатил и так далее, там, кто-то даже до сих пор в Сбербанк ходит, как они говорят, Сберкассу. Вот. Верно, я понимаю, что заплатил и можно, в принципе, ее выкинуть. Не нужно ее хранить даже, если ты не отказался даже, потому что все есть, если что. Ну, квитанция есть у нас, они все хранятся, да, но если потребитель платит через Сберкассу, через Сбербанк, да, им прикрепляют, там, чек квитанции, как правило, и вот чек желательно сохранить. А чек выгорает. Сами знаете, как вы. Ну, в любом случае, если оплата подтверждена, и она у нас есть, то, в принципе, и никаких споров, да, потребитель у него в дальнейшем не будет, то, конечно. Ну, а если будет, допустим, опять, вот он считает, что ему вдруг начислил условно раз два месяца, он говорит, я что месяцы платил? То есть, соответственно, опять к вопросу, чеки люди надо хранить? Ну, это на усмотрение потребителя. Потребителя, да, то есть, вся оплата, которая проходит посредством почты, Сбербанка, наших мобильных приложений через КАССу. То есть, использование цифровых сервисов. Да, то она у нас вся хранится, эта оплата есть. Но у каждого потребителя, я вам говорю, как на практике, каждый раз своя правда. То есть, мы любим, не мы любим, а потребители иногда ведут свою бухгалтерию, я это так называю, они сами записывают, зачеркивают сумму на квитанции, пишут условно там свою сумму, а потом возникают вопросы. То есть, в данном случае, здесь индивидуальный подход каждому клиенту. То есть, я не могу сказать, что нет, выбрасывайте все и не храните. Это достаточно так индивидуально. Поэтому, если не уверены, сохраните все. Да, да. Всякое бывает. Ну, от себя бы я добавил, что, во-первых, мне удивительно, что у вас такое мнение по поводу квитанции, они уже давно в цифровом формате есть, и их уже давно можно не хранить. Вот, а второй момент, ну, в любом случае, все, что прошло, там, все оплаты, все показания, все это к нам попадет, там, обмен с банком, даже если это не через наши сервисы. В любом случае, мы докопаемся до правды, и все ваши операции клиентов мы найдем. Ничто не пропадет. Просто бывает так, что потребитель, допустим, оплачивает через тот же Сбербанк, ошибочно вносит номер лицевого счета в последнюю цифру. Ну, неправильно, сам ошибается. И в этом случае, наверное, чек необходимо хранить, где мы элементарно можем проверить, что вы именно по своему лицевому счету… Чек. Ну, да. Именно чек. На чеке выбивается лицевой счет, сумма оплаты, дата оплаты, да, и в данном случае, то есть, если потребитель сам ошибся, он может по этому чеку сам себя проверить, на какой лицевой счет он перечислил денежные средства. Тоже в этой связи, чем удобный личный кабинет, там уже всегда все будет верно. Он уже изначально привязан к лицевому счету. Да, он уже привязан к лицевому счету. Ну, вот вы сказали, человек вбивает, но разве у вас ведь, по-моему, тоже действует, когда по штрих-коду можно оплатить? То есть, не нужно ничего вносить самому. Да, это тоже действует, но я говорю, мы рассматриваем разные случаи, да, то есть, один из которых, когда потребитель приходит в отделение Сбербанка, идет к кассиру операционисту. Такое тоже бывает, так сказать, я лично видел. Да, и вот оплачивает именно так, то есть, кассир может, ну, есть человеческий фактор, ошибиться. Ну, ошибиться именно там, надо не ту кнопку нажать и так далее. Да, и в этом случае деньги уйдут не на лицевой счет данного абонента, а кому-то другой, у которого там цифра не один, а два на конце, ну, если там условно говоря. Да. А, кстати, интересно, если выявили эту ошибку, доказали, что, ну, ошибка, деньги вернут, соответственно, как-то или как? Да, конечно. Или человек может быть все-таки заплатить? Нет, нет. Вот, тоже важный момент. Здесь, да, здесь подтверждение, ну, конечно, с приложением необходимых документов, да, с заявлением и так далее. То есть, весь перечень мы сообщаем потребителю и деньги возвращаем на лицевой счет. Опять-таки, заявление нужно вот от руки написать или можно тоже использовать все гаджеты? Все гаджеты, да. Но приложение документов чекают, нужно в любом случае тоже, да, как бы, здесь определенно есть перечень. Ну, это уже по обращению потребителя. Мессенджеры. Какие, значит, мессенджеры вы сейчас активно используете? Вайбер и WhatsApp. Два основных? Да. А если, опять-таки, тоже, сами знаете, ничто не стоит на месте, будут появляться новые, вы тоже будете как-то реагировать? Конечно, мы будем развиваться. Идем в ногу со временем, поэтому будем развиваться. Опять-таки, вот наверняка, мне кажется, кому станет интересно, а соцсети? Раз вы уж так далеко зашли, если вы уже в мессенджерах есть, это вообще как-то, или это не имеет смысла? У нас есть группа ВКонтакте, в которую могут уступить, наверное, все желающие, да, и отслеживать жизнь атома энергосбыта. То есть у нас очень активно ведется... Она живая, эта группа, а с вашей стороны сотрудник есть какой-то, который каждый день, что-то с ней работает? Да, у нас есть сотрудник, который ведет. Опять-таки, соответственно, тоже вопрос, можно там в этой группе, ну, кто-то любит соцсети, вот любит, допустим, вот ему сайты не очень. Вот в соцсети, сейчас, сами знаете, в соцсети много кто уходит, на самом деле, либо дублирует функции сайта, либо вообще уходит. В этой связи как раз вопрос, есть ли живой сотрудник, тоже, которому хотят вот задать. Мне пришел чек, не знаю, мне много начислили. Можно там такие вопросы задавать? Ну, в любом случае, группа данная просматривается, на все обращения, которые там, ну, комментарии, грубо говоря, отвечают. Но все-таки, если какое-то серьезное обращение, лучше выбрать другой способ, все-таки не соцсети, а на так все комментарии там просматриваются, на все отвечают. То есть группа, опять-таки, она живая? Да. А ты, бывает, создает группу, а там она никем не модерируется, и просто все в песок, что уходят любые запросы, кто что-то смотрит и так далее. Ну, хорошо, понятно. Но у нас есть такая вещь, у меня тоже всю программу хочется спросить, конечно, о счетчике. То есть все у нас виртуализируется, все виртуализируется, но счетчики. И верно я понимаю, что они-то никуда не денутся? Приборы учета? Да. Которые вы называете приборами учета, а мы счетчики. Приборы учета, счетчики, конечно же, никуда не денутся. Это основная, понятная любому потребителю, клиенту мысль. Я хочу заплатить ровно столько, сколько я потребил. Соответственно, для этого необходимо, чтобы... Есть такие, которые говорят, что ты хочешь платить меньше, чем потребил. Такие, к сожалению, тоже имеются. Такие, к сожалению, тоже имеются. И в том числе для предусмотрения таких потребителей происходит в том числе государственное регулирование. А электроэнергетика от отрасли с государственным регулированием мы понимаем в части тарифов, в части определенных требований, в том числе по приборам учета на законодательном уровне. В том числе эти требования происходят. Прибор учета, как я уже сказал, нужен для того, чтобы платить ровно столько, сколько ты потребил. Законодателям различные требования к приборам учета выдвинуты. Эти требования необходимо исполнять. На текущий момент ситуация с приборами учета, она такая. Прибор учета обязан обеспечить сам потребитель. Тоже говоря, купить. Купить. Называю вещь своими именами, потому что нас смотрят простые потребители, а не ваши коллеги. То есть покупка прибора учета это на совести потребителя. На совести потребителя все верно. Те потребители, которые по каким-либо причинам не хотят приобретать прибор учета, в отношении таких потребителей производится начисление норматива, в соответствии с действующим законодательством. По нормативу. По нормативу, но не только. Для таких потребителей, именно нежелающих, у которых есть техническая возможность, но нежелание, у стандартного прибора учета предусмотрен штрафные санкции. Это применение повышающего коэффициента к нормативу. Большой? На текущий момент это коэффициент полтора. То есть в зависимости, конечная стоимость будет стоить... Что он уже есть на полтора? Норматив. То есть человек, допустим, тоже для понимания, люди не все эти нормативы понимают, человек ножег света на 500 рублей, к примеру. Если бы он платил вообще по счетчику. То он бы и заплатил на эти 500 рублей. А вот тот, который говорит, не буду платить по счетчику, то, соответственно, по нормативу, во-первых, а во-вторых, еще сумма умножится на коэффициент, верно я понимаю? Да, все верно. Но не совсем так. Нормативы утверждает региональная энергетическая комиссия. Да, конечно, не мы. Не мы. Поскольку, еще раз уточнюсь, происходит государственное регулирование сферы электроэнергетики. Норматив, он зависит от количества проживающих в помещении, от количества комнат и иных некоторых моментов. Соответственно, он может варьироваться от примерно 100 киловатт и выше, соответственно. И чем больше норматив у человека, тем больше, соответственно, повышающий коэффициент он в итоге получает. То есть, если человек в среднем, обычный нормальный работающий человек, он потребляет порядка 80-100 киловатт, а норматив однозначно выше. Норматив, он сам по себе однозначно выше. Это для тех, кто скажет, ну и буду платить по нормативу. Какая разница, дескать? На самом деле, разница есть. Нет, норматив однозначно выше. Норматив рассматривается именно в том числе и с этой целью, и правительство представляет, конечно, и свои другие цели определенные, стимулирование и так далее и тому подобное. Ну, в принципе, все. А прибор учета дальше продолжим. Прибор учета, возвращаясь к нашему мобильному приложению, то есть, в принципе, можно подать заявку как на сайте, так и в мобильном приложении. Необходимость сообщить, во-первых, о возможных выходах из строя прибора учета, если стало известно. Обязательно это у нас предусматривается, опять же, законодательством. То есть, потребитель, если он понимает, что прибор учета вышел из строя, он обязан сообщить. Это однозначно. Причина здесь проста. Если потребитель об этом не сообщил, и мы производим проверку, и выявляем, что он вышел из строя по определенным причинам, и потребитель об этом не сообщил, потребителю также могут быть применены штрафные санкции. А как вы, он скажет, да он за 5 минут даже прикос сломался. Законодательство, опять же, это регулирует. Вы это можете установить, когда у нас смесь сломался? Потребитель будет на кресте плясся, да только что вот крутился. Смотрите, законодатель отрегулирует. Во-первых, приборы учета должны проверяться с определенной периодичностью. Во-первых, законодатель говорит нам о том, что вот мы, если мы выявили о том, что нарушено что-то, то мы можем взять с даты, например, последней проверки, то есть объем того ресурса, который мы довыставим потребителю в части какой-то санкции. Законодатель все это регулирует. А если у человека появились подозрения, что прибор учета плохо работает, неверно начисляет на все, что угодно, может он куда-то тоже обратиться? Товарищ приедет, пожалуйста, посмотрите. Абсолютно все точно так же. Он может обратиться к нам. Здесь есть зависимость определенная. Если мы сейчас говорим о частном секторе, которые жилые дома, непосредственно имеющие технологическое присоединение к сетевой организации, подключены непосредственно к сетевой организации, к частным домом, то они могут обратиться с этим и в сетевую организацию, и к нам. Если мы говорим о многоквартирных жилых домах, то самый простейший способ это обратиться к нам. Куда опять? По телефону, который... Любым способом, любым. По телефону написать сообщения в мессенджерах, в мобильном приложении, так же это можно сообщение написать любым способом. Это так или иначе дойдет до нас. На какого времени сотрудники могут приехать? Через неделю, грубо говоря, завтра, сегодня же? Это зависит и от загруженности. То есть мы понимаем, что этих специалистов в любом случае ограниченное количество и в зависимости от загрузки. То есть время, оно может быть варьировано от загрузки. Но однозначно мы понимаем, что это разумное время. А как будет осуществляться начисление? Допустим, условно говоря, ваши сотрудники приехали через, допустим, три дня. Человек живет в Весегонске, на Хуторе и так далее. К нему еще с рыбным логозом три дня, потому что идти. Допустим, вы приехали, соответственно, 27 дней по прибору. А три дня как? Три дня уже будет замещающий способ применяться. Как при отсутствии... Законодатель опять же это предусматривает и четко дает нам правила. То есть, например, если при отсутствии от потребителя показаний, то есть установлено, что потребитель ежемесячно должен передать показания. Если он эти показания не передает, мы обязаны начислять ему среднюю статистику. Соответственно, и вот этот момент, если мы действительно понимаем, что за три дня там прибор учета вышел из строя, это будет действительно заключение, и эти три дня будет произведен соответствующий перерасчет. То есть начислятся, хотя его среднее употребление, как гражданин Иванов в среднем сколько жжет света? Да, если это действительно факт, это подтвердится. Мы должны это понимать. И даже дальше, если мы при проверке выявляем, что прибор учета в том числе вышел из строя, то и в дальнейшем до его следующей замены это будет начисление продолжаться. Именно таким способом, поскольку потребитель не виноват, если заключение будет, что он не виноват в выходе прибора учета из строя, мы понимаем, что прибор учета может быть установлен не сразу, соответственно, все это время будет другой замещающий способ начисления производиться. Слушайте, а где можно в начале разговора об этой проблеме сказать, что должен потребитель купить? Где лучше купить? Прибор учета можно заказать у нас. Я понимаю, что у вас лучше всего, потому что это надежнее. Потому что сейчас, знаете, много машин, много всего вообще, и потребитель просто хочет, наверное, купить действительно нормальный прибор учета, надежный и так далее. Это не только надежно, это выгодно и удобно. Почему? Объясню. Надежно, потому что мы непосредственно осуществляем закупку приборов учета с производителей, имеем, соответственно, с ними гарантийные обязательства и так далее и тому подобное. Это, во-первых. Во-вторых, это надежно, потому что если вы заказите услугу, мы ее вам оказываем, то мы несем уже ответственность за весь спектр. И уже нужно установить? Конечно. А тут тоже нужно какую-то наруску иметь и так далее. Более того, это удобно тем, что законодатель, опять же, предусматривает определенные правила для допуска в прибор учета и эксплуатацию. И тут без нас не обойтись никаким образом. То есть гарантирующий поставщик при допуске прибора учета и эксплуатации обязан быть. Мы в любом... Потребитель, даже если он обратится в какую-то стороннюю организацию, обязан все равно нас вызвать. И тогда возникает проблема согласовать время, согласовать здесь, согласовать там. Если он обращается к нам как в единое окно, все происходит намного проще. Не нужно ни с кем это уже согласовывать. Все, один раз договорились и все. Вы приедете, сразу прибор приведете? Сразу же, соответственно, проведем всю процедуру допуска и эксплуатацию. При потребителе оформить все акты, соответственно, потребителю не нужно будет никуда больше идти. То есть опять телезрителям, что если сломался счетчик, не нужно сначала сбегать, не стоит, по крайней мере, бежать где-то его покупать, а потом вам звонить, здрасте, купил, приедете, поставьте. Лучше просто вам позвонить, сказать, здрасте, у меня вышел прибор. Это удобнее, да. То есть зрителям, клиентам нашим необходимо понимать, что это удобнее. Но опять же, поскольку клиентоварительная организация, услуга, она не имеет ненавязанный характер. То есть потребитель все равно имеет право выбора. Умеет, да, купить на рынке где-то условно говоря, но лучше, что называется, в одно окно. Потому что все равно к вам надо обратиться по-любому. Без вас не так. Потому что кто-то, знаете, у нас на Руси народ-то умелет. Кто-то тут скажет, да я сам устанавливаю. Что там заменить счетчик-то? Ты тоже для понимания просто скажешь. Для понимания я немножко разъясню для тех, кто считает, что он может сам установить. Да, и вас даже не уведомит. Ну что я буду их дергать, я сам тут же сбегу прикрутил, допустим, что будет, если человек сам все сделает и вас даже не уведомит? Соответственно, первое, при проведении проверки мы опять же обратим внимание на то, что прибор учета не допущен в эксплуатацию, а это равноценно его отсутствие. А что, бумагу это вам показать? Или вы просто скажете, а мы что-то такое не ставили? У нас, естественно, есть база всех приборов учета, в которых потребители стоят. И когда производятся проверки, наш сотрудник, он сверяется всегда с этой базой, по адресу, по которому он пришел. А с этой точно той же модели? Все равно у каждого прибора учета свой уникальный идентификационный номер. Завод при изготовлении его закладывает. Он уникальный, и, ну, я не знаю, его можно только, наверное, подделать каким-то образом. Как номера на двигатель, да? Да, возможно, но это абсолютно бессмысленно просто в данном случае. Соответственно, он все равно это определит, тот это или не тот прибор учета. И сама процедура допуска в эксплуатацию, она достаточно сложная и требует специальных навыков. Это не просто так, пришли, посмотрели на прибор учета, галочку поставили, что он есть, там опломбировали, и все, и пошли. То есть при допуске прибора учета в эксплуатацию проверяются все его характеристики, проверяется возможная погрешность прибора учета, а это требует специализированного оборудования, которого у обычного человека просто может не быть. Скорее всего, не будет. И уже результатом всего этого является опломбировка прибора учета для недопущения несанкционированного вмешательства в его работу. Штраф придется платить такому кулигану, который сам купил, сам привинтил, а потом выясняется, что... Однозначно, это будет не штраф, а некие санкции, предусмотренные, опять же, законодательством. Ну, то есть... Это штраф там все-таки. Действительно, это... А у нас сейчас тоже, извините, реклама, три минуты, дорогие телезрители, не переключайтесь, три минуты рекламы. Ну, даже у них это есть. А у нас сейчас снова есть прямой эфир, мы подводим итоги программы. У нас сегодня в гостях Тверь Атом Энергосбыт, который рассказывает, какие у них информационные технологии внедряются, чтобы сделать нашу жизнь потребителям проще. Екатерина, какие еще у вас овации есть? Еще у нас запущен проект, называется он ЕРКЦ, то есть у многих, наверное, это на слуху. Да, сейчас скажешь, что он в дом запущен. Да, но он действует именно от нас. Атом Энергосбыт выставляет на территории Тверской области, не везде. Каких, например, районах? Сандово, Красный Холм и Лесное. То есть, как решили сразу в глубинку шагнуть. Да, то есть, людям там достаточно сложно найти пункты оплаты и почтовое отделение не везде рядом. Здесь мы вот так клиенты ориентировались. Что надо? У нас программа подходит к концу. Три минуты расскажите телезрителям, кто нас смотрит на этих районах, что им надо сделать опять? Что? Данные потребители, они у нас получают единоплатежный документ, где выставлены услуги все. То есть, и за воду, и за электричество. За газ? Да. За газ нет. Сейчас там у них не газифицирован район. Ну, неважно. И, соответственно, к ним придет эта квитанция? К ним приходит эта квитанция. Они оплачивают ее также с помощью мобильного приложения. То есть, им не надо никуда ходить. Если кто-то хочет прийти, они могут также обратиться в Центр обслуживания клиентов на местах, именно там. И сотрудники также их обслуживают по всем вопросам. Что касается и электричества, и за жилищно-коммунальные услуги. Они также разбирают все эти вопросы и помогают. А эта квитанция автоматически? Или опять какое-то заявление надо оформить? Нет, все уходит автоматически. Приходит потребителю счет общий, единоплатежный документ. И в данном случае здесь реализация этого проекта помогает людям. Делать удобнее. Делать удобнее. Им приходит одна квитанция, а не 10 квитанций. В принципе единого окна. Да. Соответственно, у нас, наверное, слушают другие районы. А у нас? Когда задают они вопрос? Ну, так как мы только реализуем проект, пробуем. Ну, конечно, в планах. Все в планах. И здесь уже по мере поступления, как бы, говорится. Ну, сейчас тоже, что называется, затестите это. Как оно все идет? Может, какие-то коррективы? Но верно я понимаю, что вся область в итоге будет? Или нет пока? Ну, однозначно ответить я пока вам не могу. То есть пока рано об этом еще говорить? Но вот в данных районах уже действует, у нас работает этот проект уже год. Год? Да. Ну, верно я понимаю, хорошо тогда, что опять, если какие-то добавятся новые районы, это тоже будут удаленные. Или как? Ну, нет, не факт. Нет, абсолютно нет. То есть здесь немножко другой критерий, то есть работы и выбора районов. Но все равно приятно, я думаю, жителям районов, что обычно все сначала только в Твери, а потом куда-то. А вы так раз сразу так вот демократично, что и так живется там не просто в этих удаленных наших несчастных районах, а тут сразу к нему Тверь Атом Энергосбыт. Такую руку помощи протянул. Ну что же, наша программа подходит к концу. У нас сегодня в гостях был Тверь Атом Энергосбыт, которые рассказывали, как рассказывали и показывали благодаря вот этому планшетищу, как теперь удобнее и проще платить за свет, вообще как-то контактировать с этой организацией, что уже совсем не обязательно ездить в Центр обслуживания клиентов. А скоро будет еще и видеоформат, так что жить, наверное, станет нам лучше и платить веселее за свет, поэтому самое главное за него платить, потому что платить за свет надо, потому что это все-таки наш долг, если уж потребили, то надо платить. Это была программа «Тема дня», спасибо вам большое, до новых встреч. Спасибо.